Просит рассказать про различия бетанской, альфийской и чёрной этики. О, а различия, вообще вы вот из нас вытягиваете вообще все наши тайны, секреты. Страшные тайны. Различия на самом деле очень сильные. Я даже не знаю, стоит ли вам говорить, потому что вы всё равно нам не поверите, скорее всего. Вкратце обрисуем, вот. Да, просто альфийская этика, вообще давайте не забудем про то, что она чёрная, периферийные квадры, они очень миролюбивые, очень спокойные, там очень сильно любят избегать всяких разных конфликтов, вот, чтобы всё было тихо, мирно. И по этой причине альфийская чёрная этика, она местами похожа на дельтийскую белую. То есть они ориентируются, например, на похожие какие-то идеалы, чтобы мир во всём мире, мир, дружба, жвачка, чтобы всё было весело, здорово, интересно и хорошо, сглаживать острые углы, разрешать конфликты, в общем, как-то всё это минимизировать, чтобы никто не ссорился, ничего такого прям не происходило ужасного или плохого. Вот, и чёрная этика альфийская, она тоже ориентируется на то, чтобы сглаживать углы, сглаживать конфликты, чтобы было весело, прикольно, и все со всеми дружили, и всё было хорошо, и по этой причине она ближе даже к белой этике, ну опять к дельтийской. Но здесь вся разница в том, на что люди ориентируются, и как они это будут описываться, то есть в семантике это будет звучать совершенно по-разному, но на уровне каких-то конкретных позиций это может быть очень похоже с дельтийской этикой. Вот, а ботанская чёрная этика, она такая... Она самая дикая. Ну да, потому что вместо белой этики белая логика, плюс чёрная этика, плюс ценностная ЧС, и этика сама по себе экстравертная, и очень сильно ориентирована на других людей, на какие-то реакции особенные друг на друга, и на этого человека, и на людей вообще, и на какое-то такое активное взаимодействие. Ещё добавляем сюда ценностную чёрную сенсорику, и это может выливаться вообще в такие очень агрессивные, очень яркие какие-то формы, которые общество не очень сильно приемлет. Так что разница достаточно большая, и опять-таки альфийская завязана на белую сенсорику, чёрная этика, ботанская на белую интуицию, здесь тоже будет очень большое различие. В этом плане бета гораздо ближе к гамме, за счёт чёрной сенсорики ценностной, а альфа поближе к дельте, за счёт белой сенсорики ценностной, потому что это периферийный квадрок. Между альфой и бетой на самом деле не так много общего. Да, у них есть эти общие аспекты, но, допустим, чёрная этика в альфе и бете, она очень сильно отличается. Логика белая тоже очень сильно отличается в альфе и бете. Отдельное занятие про это всё. Давайте возьмём габена Бальзака с высокой эмоцией и низкими логикой и физикой. Будет ли их клонить к чёрной этике? Не будет, мы уже говорили об этом. Это будут Бальзаки и габены, просто у них будет высокая эмоция, это добавляет определённых признаков. Чёрная этика не будет озвучиваться, она не озвучивается. Не отрастёт. У нас есть такие примеры, в случае с ролевой, например, если мы берём Джека или Штирлица с высокой эмоцией и с низкой физикой, они всё равно от этого не становятся чёрными этиками. Там мимикологическая, там интонации, то есть какие-то невербальные признаки, все за логиков. Там будет озвучиваться логика и будет акцент на свои эмоции, на я и мои эмоции. То есть это будет просто логик, который будет рассказывать про себя и про свои эмоции. Чёрная этика не отрастает, про других людей что-то там могут сказать, но очень немного. И обычно это опять-таки сводится к каким-то таким эмоциональным категориям, которые очень редко вплетаются в речь. И очень часто всё равно про себя, про других людей. И о каких-то выводах о людях, о каких-то представлениях о людях, и к стремлению, не стремлению даже, а просто пониманию других людей, их природы и каких-то ещё нюансов, там вот про это не будет в основном ничего. Так что никуда там это не тяготеет, и вообще всё на месте всегда. И психософия соционика, они разводятся, они проразные, и ничего, ни с чем перепутать нельзя, если вы знаете вообще, с чем имеете дело. Субтитры создавал DimaTorzok